Были одиночные обстрелы по старой части города, по центральной части города, где вчера, собственно, и произошел этот обстрел. Рынком, как таковым, его уже очень сложно назвать, потому что он был до этого несколько раз обстрелян и практически выгорел до сла. Люди нашли для себя более безопасный такой закуток, такую локацию, и буквально 4-5 предпринимателей поставили палатки и просто привозили людям продукты, скажем так, под заказ. Не все потребности, которые мы людям в монетарном опорах даем. Ну, кто-то хотелось, наверное, что-то себе отдельное, и они предпринимателей заказывали какую-то продукцию. Ну, и, да, этот обстрел случился как раз в пиве торговли, когда максимально находилось людей. Обстреливаются постоянно и часто, поэтому, ну, это целый квест, пойти набрать со скважин воду или пойти на рынок. Просто, ну, перемещение по городу – это квест. Ну, и, опять же, там, гуманитарные пойти, какой-то там получить помощь – это тоже очень, ну, как бы, это из обстрелов сложная ситуация. Первый обстрел произошел в 7.40 утра. Это был танковый обстрел, так называемый, пристрелочный. После этого в 7.55 произошел уже непосредственно обстрел в Эрсказовый град, тот, который понес за собой гибель этих людей. Сразу было погибших 5 человек. После этого еще 2 женщины умерли в больницах. Одна в больнице Авдеевке, вторая в больнице города Покровска. Изначально было 8 раненых, да, действительно. Потом еще из-за того, что происходили в течение дня более 10 обстрелов, у нас добавилось раненых. И к концу дня у нас уже, ну, вот реально итоги были, как это, смертельные итоги, да, у нас были 7 человек, а по раненым было 12 человек за вчерашний день. В каком состоянии люди, вот эти 12 человек, они в Авдеевке или их надо куда-нибудь вывозить? Три человека остались в Авдеевке. Это, ну, легкие ранения, амбулаторно, то есть они получили помощь медицинскую, оказали на месте, и люди, ну, домой ушли. Остальные люди находятся в больнице Покровска. Степень ранений очень разная, от тяжелых, критических, очень тяжелых, до средней тяжести. Виталий, скажите, как можно оценить разрушение следствия обстрелов российскими оккупантами Авдеевки вот на протяжении полномасштабной войны всей? Ну, наверное, месяца три назад я давал вашим коллегам интервью, и я сказал, что я себя поймал на месте, проезжая по городу. И я не вижу уже ни от того целого здания. Ну, то есть за эти три месяца понятно, что не стало. Реально ни от того целого здания в городе нет. А сколько в городе остается людей? И почему они остаются? Порядка 2200. Это очень много. Это очень много, да. Еще ситуация, знаете, более, правильно сказать, более вот такая чувствительная в том, что порядка 62 детей еще в городе. То есть это вообще, на мое мнение, это вообще вверх безответственности родителей этих детей, которые, во-первых, лишают детей права на образование, что детям положено, в принципе, по Конституции. Разные люди ответы говорят, нам некуда ехать, мы 14-й пережили, и это переживем. Ну, наверное, не без того кто-то, наверное, в начале вот этой полномасштабной войны, этой массовой войны, было больше, наверное, тех людей, которые действительно ждали русский мир и, наверное, хотели сейчас, они видят, что это не то, чего они, наверное, хотели бы видеть вообще в реалиях жизни. Поэтому их меньше, но все равно они есть. От этого никуда не денешься, об этом нужно говорить. Правду. Ну, есть люди, которые возвращаются. Причем, ну, я уже там несколько раз говорил, пару недель назад была у меня такая прямо напряженная такая беседа с одной из женщин, которая вернулась, была где-то в Львовской области, у сына, у внучки, и решила приехать в Авдеевку, потому что, ну, вот ей хочется домой, и на вопрос, зачем вы туда едете, она говорит, вы нас не поймете, потому что вы не местные, вы тут вас назначили, вы не понимаете ментальности нашей. Хотя я родился в 12 километрах от Авдеевки, практически, до 15 лет прожил там, то есть я знаю этот город, и он для меня как родной. И когда я им начинаю рассказывать простые вещи, что сейчас начнется мороз, снегопады, будут заметны, мы не сможем просто физически вам привезти гуманитарную помощь, мы не сможем вас эвакуировать в случае или ранения, не дай Боже, или просто там кто-то захочет эвакуироваться, потому что физически мы не сможем чистить дорогу. Дорога на подъезде в город Авдеевку, наверное, километров 15 до города, она простреливается постоянно. То есть висят беспилотники российские, только замечают какое-то движение транспорта, неважно, это военная техника или это гражданские автомобили, сразу начинают. Ну, то есть у них все пристреляно, все дороги, все повороты, и они просто туда начинают стрелять, открывают огонь из всего, что есть. И уже у нас десятки таких случаев, когда есть и погибшие на дороге, и раненые, и волонтеры, и гражданские, ну, понятно, и военные, которые пересекают. И она ответила очень просто. Вы нас не бросите, вы власть, вы обязаны о нас заботиться. И на, как будто, мой ответ, что у нас не будет физической возможности это сделать, но все равно вы что-то придумаете. Поэтому вот это полная безответственность. И, на мой взгляд, люди живут каким-то вот прошлым, ценя какие-то свои условные разбитые квадратные метры своей недвижимости, забывая о самом главном, что у человека есть, это, в принципе, его жизнь. Виталий, скажите, какая гуманитарная ситуация в городе? Что с инфраструктурой? Инфраструктуры нет, электричества у нас нет, можно так, окончательно больше четырех месяцев. До этого мы ее еще восстанавливали, были попытки, и ребята электрики, высоковольтники у нас были, и ранения были у ребят, выполняли свой функционал. Воды у нас нет еще до полномасштабной, точнее, истории, потому что мы по воде записаны от Донецкой фильтровальной станции. Она была, скажем так, обстреляна, тоже по электрике, обесточена еще месяца, наверное, полтора до полномасштабного наступления. Поэтому мы были без воды уже до войны. Газ у нас тоже пропал, ну, как во всей Донецкой области, Луганской. Отопление города, оно было от Авдеевского как-то скидзавода, который тоже уже разбит. Ну, то есть тепла в городе нет, не будет. Вода только за счет сважин, которые мы включаем генераторами на несколько часов в сутки. Мобильная связь, ну, интернет, понятно, отсутствует. Мобильная связь, одну вышку мы также генератором поднимаем на несколько часов, там, 3-4 часа в сутки, чтобы люди хотя бы в центральной части города могли, там, ну, дозвониться, отправить сообщение, там, с своим близким и родным. Ну, по гуманитарным продуктам есть в достаточном количестве. Есть запасы в городе и, как сказать, в населении недалеко от города сделаны определенные запасы. Кто хочет, те получают, но именно поэтому мы знаем, что пример, количество людей по выдаче гуманитарной. Лекарства есть, продукты питания есть, но проблема в том, что основная часть людей все-таки, они живут в подвалах многоквартирных домов. То есть, это дома технически не приспособлены для обогрева такими отопительными средствами, как буржуйка в основном роде называют. То есть, если они поставят там буржуйки, они начнут отопить, они просто угорят и они умрут. То есть, объясняешь людям простые вещи, вы умрете, если не от холода и не угорите, то вы сможете зимой просто физически, для того, что мы не сможем к вам привести гуманитарную помощь, вы можете умереть от голода реально. Ну, люди все равно стоят на своем, вы все у нас что-то придумаете, вы нас не бросите. Понятно, что вот вчера ситуация, она должна, наверное, как-то более стимулировать выезд людей. У нас периодически после каких-то массированных обстрелей, каких-то количественных смертей, эвакуация немножко активизируется, но не хотелось бы, чтобы активизация была именно за счет гибели людей. Ну, это очень неправильно, это очень... Реально, вчера это очередной какой-то черный день для нашего города, потому что вот история из жизни. Жила себе семья в городе Авдеевке. Мальчик в 11 класс перешел, учился, потому что нет возможности дистанционно, даже учиться в городе нет ни света, ни интернета. Это мама, бабушка и дед. Неоднократно делал образование, сотрудники уговаривали их выехать, эвакуироваться, потому что в городе очень небезопасно. Вчера в результате обстрела погибла мама, погибла бабушка. Ну вот парень остался сиротой. Сегодня будем дедушку с этим парнем вывозить уже. Уговорили вчера дедушку, там, очень сложно мы его уговаривали, но вот такая, знаете, цена вот этой беспечности человеческой. Ребенок остался сиротой. Парень 11 класс. Вы знаете, вы говорите, что 2200 человек осталось в городе, и в то же время рассказываете о том, какая гуманитарная ситуация в Авдеевке. Потому что не складывается, как можно жить в таких условиях. И о перспективах жизни зимой. И просто, ну, это очень сложно сформулировать то, насколько непонятно, как вот эти 2200 людей будут переживать эту зиму, если они оттуда не уедут. Действительно, да, это в голове не укладывается. И каждый день мы ведем эту работу, общаясь с ними. Ну, честно вам скажу, иногда просто даже уже нервы не выдерживают. Ну, какие-то вещи им объясняешь, ну, вот простые, знаете. Говорят с женщиной, и ты говоришь, ну, понимаете, вы уже полгода, ну, извините, нормально... Да, понятно, что хочет сказать Виталий, нормально, никто не купался, не мылся, ну, потому что нет ни света, ни воды, да. Виталий. Да, да, да. Вы рассказывали историю женщины. Ну, то есть вот женщине объясняешь, вы понимаете, ну, вы женщина, вы, ну, вот какие-то санитарные, гигиенические, ну, потребности человеческие, вы нормально полгода этим уже не пользовались, даже больше. Ответ очень простой. Ну, так, война, надо потерпеть. Мы надеемся, все скоро наладится. Мы же понимаем, что даже если вот сейчас, гипотетически, условно, все закончится, то вот эта инфраструктурная ситуация в городе, она будет отстраиваться не один год. Виталий, спасибо вам большое, что вы нашли время с утра с нами пообщаться, что вы рассказали о том, что происходит в городе. Это был Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации. Мы с ним поговорили о том, что происходит в Авдеевке и какие последствия обстрела, где погибло, по первым данным, сначала 7 человек, но уже известно о 8 погибших.